По всему Казахстану собирают гуманитарную помощь для пострадавших от паводков. Объединились студенты, волонтеры, общественники и предприниматели. Жители активно распространяют в соцсетях информацию о сборе. В одном общем деле участвует огромное количество неравнодушных казахстанцев. Не только подбадривающими словами, но и активными делами неравнодушные казахстанцы поддерживают соотечественников. К сбору гум-помощи подключилась вся страна. Продукты питания, бытовая химия, фильтры для очистки воды. Фуры самым необходимым устремились в пострадавшие от паводка регионы. Это видео записали студенты Восточно-Казахстанского университета имени Аманжолова. Совместно с преподавателями они приняли участие в сборе помощи. Мы всем университетом объединились, чтобы помочь нашим соотечественникам. Собрали самое необходимое из продуктов и вещей, отправили в Актюбинскую область. Оперативно мобилизовали общие силы и аманатовцы. Первый груз отправили в Западно-Казахстанскую область. В качестве поддержки сотрудники филиалов партии перечислили однодневный заработок для помощи эвакуированным сельчанам. В Актюбе получили первый груз из Туркестанской области, жители которой собрали больше 30 тонн самого необходимого. Продукты, теплые вещи, матрасы. Все добровольные пожертвования, поступившие до 30 апреля, будут направлены для строительства жилья в сельской местности для пострадавших. По состоянию на 5 апреля на счета фонда поступило благотворительных взносов от юридических и физических лиц на сумму 850 миллионов тенге. Члены Ассамблеи народа Казахстана запустили специальную акцию «От сердца к сердцу». Собранную гумпомощь, теплую одежду, медикаменты и продукты питания отправили в Карагандинскую и Акмолинскую области. Акция продолжается. Во всех домах дружбы функционируют региональные штабы по приему необходимых вещей. В очередной раз наш народ проверяет на прочность нашего единства, на прочность нашего сплоченности. Поэтому в такие моменты мы всегда с казахстанцами сплачиваемся вместе и помогаем друг другу. Отмечу акцию «В помощь пострадавшим от паводков» запустили и в Министерстве культуры и информации. Функционирует единый колл-центр для желающих оказать любую поддержку. Контакты вы сейчас видите на ваших телеэкранах. Сабина Балашкина, 24КЗ.